Привет, меня зовут Полина, добро пожаловать в новый влог. Я уже приехала обратно в Петербург, и новости у меня не очень радостные, ну как, не то чтобы... Ну, в общем, я немного приболела, не знаю, с чем это связано, симптомов у меня никаких нет, но у меня сегодня держалась температура 37,1-37,7. Причем, как оказалось, с такой температурой у нас сидят практически одновременно 4 человека из 9 в группе. Это очень странно, и целый день практически я провалялась в кровати. С утра я попыталась порисовать анатомию, которая у меня вот здесь вот стоит, а потом у меня температура поднялась до 37,7, и я просто смотрела фильм, лежала в кровати, потом проспала часа еще 3 в непонятном каком-то состоянии. И вот сейчас под вечер я решила собраться, потому что мне нужно доделывать долги, да и в целом снять вложек. Я сходила в душ, и после этого, кстати, мне стало чуть-чуть легче, может быть, у меня сейчас температура 37-36,9, я не мерила, но по самочувствию как-то так. И я сейчас хочу попытаться сварить борщ, я ни разу его не варила. Как вы знаете, у меня вообще с готовкой не то чтобы какие-то проблемы, но я не особый фанат, но время от времени у меня появляется желание, и вот сейчас я решила приготовить себе нормальную еду. Я хочу приготовить без строганов с пюрешкой и борщ. И я вот заказала доставку из Перекрестка, сумма вышла на 2 тысячи, это все весит, я не знаю, несколько килограмм, наверное, потому что тут картошка, которая достаточно тяжелая, мясо, вот там масло, например, да, весит, как бы, сами понимаете, немало. И вот так выглядит моя анатомия. Мне нужно доделать вот эту руку и вот эти две косточки, с этой рукой уже более-менее. Я что решила? Буду закрывать сессию, наверное, на тройке, лишь бы закрыть, потому что, как вы могли понять из последнего влога, вот который вышел до этого, все-таки эта специальность мне не особо нужна, и я хочу уйти в диджитал. Но чтобы это сделать, мне так или иначе нужно все равно, как бы, в вузе как-то учиться, потому что это общежитие, я вот получаю пенсию по потере кормильца, у меня бесплатный проезд, сейчас еще работу у нас закрыли, вообще вообще какой-то кошмар, депрессия, хандра, все дела. И на самом деле нужно сделать, так как бы можно даже тяп-ляп, но как-то не получается у меня тяп-ляп, но я думаю, что вот с этой рукой я закончу, а больше я трогать не буду, нужно будет закончить еще вот эту и немножко поднять эти две косточки. Я думала, я это сделаю в первой половине дня, я еще собиралась сделать макетирование, но потом мне стало еще хуже, я просто провалялась реально целый день в кровати. Это какой-то кошмар. Я привезла из дома музыкальный центр, давно это хотела сделать, но мне было жалко, думаю, блин, буду приезжать домой, как же я буду слушать музыку, а потом решила забить, потому что большее время я все-таки провожу в Питере, и я ни разу не пожалела, что я это сделала, поэтому вот эту вот махину гигантскую я поставила на пол, так как на стол она не влезает, и две колонки по бокам, вот я целый день смотрю. Сейчас решила посмотреть Паразиты, до этого я посмотрела Исчезнувшая, вчера я досмотрела Легенду, в общем, я фильмы вообще редко смотрю, но вот из-за этого состояния какого-то непонятного у меня настроение просто лежать и смотреть фильмы. Особенно так, как я доделываю долги, в последние дни я возвращаюсь достаточно поздно, часов 8 в 9 с университета, очень устаю, я прихожу, и мне ничего не хочется делать, мне хочется просто смотреть Кинчик. Вот реально, кстати, зацените, как я тут прикольно оформила свою подставку для комиксов. Вот так она теперь выглядит. Вообще она стояла раньше вот так, но так как я поставила колонки, места теперь у меня мало. Вот здесь вы можете заметить комиксы, и еще упаковка свечек. Этот персонаж у нас из Геншина, этот тоже, это все один и тот же художник, а это у нас бродячие псы, Акутагава, вот это вообще закладка. Но я в своем ролике с арт-маркета показывала эти плакаты, и сейчас я еще хочу почистить чайник, я купила лимонную кислоту, потому что, как вы видите, ему уже очень и очень плохо. Мне еще очень тяжело говорить, возможно, вы заметили, что я немножко шепелявлю. Мне установили новую дугу на брекеты, и у меня вот с этой стороны проволока, она упирается прямо в щеку, и ее царапает. Вот здесь все хорошо, а здесь есть некоторые проблемы. Я в череповце повторно сходила к ортодонту, он мне ее обрезал, но она все равно немножко царапает, и я уже к этому привыкла. Я практически не чувствую, но иногда, когда я начинаю говорить или есть, прям очень неприятные ощущения, и у меня вон там внутри как такая ранка небольшая. В общем, это все очень неприятно, наверное, звучит. И из-за этого я немножко шепелявлю, потому что вот эта щека у меня, она внутри не то чтобы распухшая, но там некоторые проблемы есть. И я не могу сейчас ходить к ортодонту, так как ортодонт у меня в другом городе. Заранее я понимала такие нюансы, что могут быть. Так что я терплю, но, как я сказала, это не сильно смертельно, но неприятно, поэтому с речью у меня сейчас небольшие проблемы. Ах, пиздец! Я думала, морковок будет меньше. А лука... Что это такое? Я не заказывала так много. Ладно, допустим. Я же не потрачу что-то. Дневник дай я. Вот, дневник. Дай, что я дневник? Ну, а что ему? Молодой парень, в хорошей форме. Правильно. И получше, наверное, устроить. Да, только она сказала, как жахнула молния! Но это невестимые облака. Прием! Вас понял. Прием. Твоя сестра обиделась и надула губы. Прием. Вообще. Я все истинала. Молодой. Как дела, милая лисонсин? Приходится. Молодой. Молодой. Твоя сестра обидела. Твоя сестра обидела. и в итоге вот такая вкусняшка у меня вышла это говядина тушеная сметане с томатной пастой и это очень вкусно единственное что говядина часто получается резиновый поэтому надеюсь сейчас что вышло более-менее нормально косметикой на что женщина ответила что так не думает следующим свидетелем стала доктор шеннан карри она клинический психолог а также является семейным терапевтом поиск отдать всем 17 марина по разу за хранительные боятся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Бывает, что смогу со всем этим справиться, но если я хочу стать настоящим человеком, это необходимо. В ту ночь, как и во все последующие, я не спал. Демону нужна была Ив, но сначала пусть сразится со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какая прелестная картина. Автопортрет у меня вот на такой стадии. Я, в принципе, думала, что можно его больше и не делать, я боюсь, что его могут забрать в фонд. А если его не доделать, то его, соответственно, не заберут в фонд. Но потом я посмотрела свежим взглядом и поняла, что он еще пустоват. И лицо здесь какое-то слишком, как это сказать, графичное, что ли. В общем, нужно будет утемнить как минимум, особенно сзади прям пройтись хорошо темным углем. У меня все руки черные были, сейчас я их, конечно, уже помыла. И мне осталась копия. Я выбрала уже копию, поэтому сейчас я хочу съездить в магазин за Батманом, натянуть, соответственно, планшет, которых у меня и без того уже осталось мало. И, соответственно, за сегодня нужно еще сделать копию. В идеале я хотела еще сделать сегодня две работы по живописи. Одну доделать, вторую полностью с нуля сделать. Потому что я пропустила все занятия с ней. А говорю я про эту работу. Она, в принципе, ничего, особенно если сдавать на 3-4. Но ее нужно будет еще доработать, как минимум, лицо которого... Ну, не то чтобы нет, но его нужно будет детализировать, глаза нарисовать, написать, извиняюсь. И я бы сказала так, что пойдет. А вот со второй работой ее вообще в принципе нет, пустой холст. Но сегодня, видимо, я их не начну, потому что мне нужно будет хотя бы копию еще сделать. Ну, у меня есть еще суббота, воскресенье. Сначала я думала записать просто вот эту работу, чтобы не покупать новый холст. Но в итоге я все смотрю на нее, и мне ее так жалко. Вроде бы, ну куда ее? Я думала ее продать. Но с другой стороны, я думаю, ну кто знает, мало ли я все-таки отчислюсь. И как бы, навряд ли я буду сидеть прямо писать маслом. И было бы классно, на самом деле, ее сохранить. Тем более, работа, ну, мне кажется, крутая постановка именно сама. Мне ее очень жалко записывать, так что я еще поищу варианты. У меня еще есть, по-моему, 2 или 3 холста. Да, у меня есть один холст с плохой работой, который будет не жалко записать новой работой. Но она из плохого материала, и она, сама ткань, холст, он не идеально натянут. Поэтому даже не знаю. Ну, с другой стороны, пофиг. Но вот эту работу мне очень жалко. Хотя холст хороший. Вообще, так не делается. Записывать старые работы нежелательно. Особенно, если они покрыты уже лаком. Потому что просто-напросто они потом могут испортиться со временем. Они будут недолговечны. Но для работ студенческих, почему нет? Вообще наплевать. Многие, кто-то даже как-то под горячую воду направляет работу под поток горячей воды. Или в ванну горячей воды. Или как это делается, я не помню. В общем, с какими-то махинациями просто снимают слой краски с холста. Но я не уверена, что это все-таки работает. Хотя у нас девочка какие-то реально махинации делает. Она просто снимает слой работы. Ну, со старших курсов. Я таким заниматься не буду. Я просто перепишу робоцирую. Хотя на белом чистом холсте было бы, конечно, удобнее. Можно загрунтовать листок просто каким-нибудь не белым маслом, а есть грунт белый. Но, господи, наплевать. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Копию — это фрагментик, как вы понимаете, там дальше идёт ещё силуэт с рукой, так что я достраиваю то, на что у меня хватит сил, и, скорее всего, рухну спать. Я уже третий день хочу сварить борщ, и всё никак не могу это сделать из-за того, что я пытаюсь максимально доделать свои долги. Но я сегодня хотя бы немножко прогулялась, дошла до торгового центра, зашла в Ривгош, походила, посмотрела косметоз, прогулялась, я ждала трамвай минут, наверное, 20. Так и не дождалась, поехала на другом, в общем, это обычная история здесь. Вот как раз сходила буквоеда, кстати, нет, я не знаю, закрыты буквоеды или нет, буквоед же — это русская фирма. Он, скорее всего, просто переехал. У нас рядышком был здесь буквоед, теперь там открылся графит, буквоеда там нет. Я сходила, купила ватманы, чтобы начнуть как раз листы, мне надо будет начать ещё макетирование делать, да вообще долгов много, так что листы мне ещё пригодятся. И мне так хорошо, я уже мечтаю, когда этих долгов не будет, хотя сейчас мне нравится это всё делать, удивительно, потому что в последнее время мне приносило это только боль и страдания. Ну ладно, если без шуток, искренне надеюсь, что за недельку я со всеми творческими предметами справлюсь. Ну, как со всеми? Помимо композиции и ОХП, со всем остальным, с живописью, с рисунком, с макетированием я хочу закончить и с анатомией. И оставить только композицию и ОХП. ОХП несложно, композицию, ну вот как раз оставшиеся месяцы буду её рисовать. ОХП. 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 ОХП.inkling. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Там не сложно Мозаика у меня в университете И останется композиция Я очень хочу вот это все сделать, чтобы делать только композицию И, возможно, мозаику ее не сложно Очень хочется закрыть, как это сказать, не то чтобы сессию Но, в общем, подготовить все работы до начала сессии Чтобы потом не бегать в крюли, как я это обычно делаю Да, в принципе, и все так делают В прошлый раз я еще показывала свои зарисовки по анатомии По лекции Рыжкина И я там сказала, что я осилила только кости руки Ну, точнее, даже плеча и предплечья И мышцы плеча Но на самом деле я порисовала чуть больше Просто я это не засняла Я уже не стала помещать в ролик Я прошла потом мышцы все-таки Вот предплечья На самом деле это очень сложная структура Особенно вот эта супинация, пронация Но я более-менее поняла Их там около 20 или даже больше И вот так это все выглядит Я не разобрала только кисти, мышцы кисти Потому что мы проходили кости руки По рисунку, не по анатомии, по рисунку мы рисовали И рисовали руки с натурой, но сами мышцы мы не разбирали Вот мышцы плеча Вот так это все выглядит Это вообще прикольный рисунок Но это сложно, скажем так Да, это еще, кстати, не все Где-то у меня еще зарисовка была У меня вот тут есть такой уголок Где очень много всякой бумаги Где-то здесь, по-моему, он был Да, вот он На старой, кстати, работе Тут еще вот такая зарисовка Более подробная Более большого размера Не сказать, что я прям все досконально поняла Но мое понимание стало чуть лучше А на этом я буду заканчивать ролик Надеюсь, он вам понравился Здесь было достаточно много рисования Очень много Я буквально за эти дни Что только делала, это рисовала Но мне так легко на душе становится От мысли того, что моих долгов становится меньше Осталось разобраться еще с живописью И мне станет чуть легче А на этом я буду прощаться Надеюсь, ролик вам понравился Буду рада за актив За пальцы вверх Ну, собственно, вы и сами все знаете За подписку А на этом всем спасибо Всем добра И до скорых встреч Целую!